Как здоровье наших деток. Я сразу представлю, сейчас у нас вот уже 8-7 часов наступило, да, и кто-то еще будет присоединяться в комнате, но надеюсь, будет меня знать, кто ведет вебинар. Меня зовут Елена Корзинок, старший менеджер компании Эльфлем. Почему именно эта тема для меня актуальна? Велнос для детей. Потому что я сама мама, и продукция Велнос пользуюсь не только я, но и все-все-все мои близкие. Почему эта тема мне очень близка и мне очень нравится? Потому что я была в центре Гелеса, где разрабатывалась эта продукция Велнос, и, можно сказать, была в центре, где появилась эта задумка. Поэтому я с вами с удовольствием поделюсь всеми своими какими-то секретами, знаниями по этой теме. И если у вас будут какие-то вопросы, то, конечно же, задавайте их уже по ходу. И почему именно здоровье детей важно для нас? Потому что большинство из нас является мамами, но или в близком нашем окружении есть маленькие детки. Поэтому, пожалуйста, напишите в чате, кто из вас является мамой, сколько вашим деткам лет, чтобы мне понимать, какая вам тема больше актуальна. Для маленьких деток больше Велнос вы бы хотели услышать, либо более для подросткового возраста. Пожалуйста, поделитесь в чате для того, чтобы я понимала, как вам этот вебинар подавать, и чтобы он был вам более актуален, более полезен. И чтобы вы могли получить информацию именно по этой теме более такой развернутой. Но, насколько я вижу, у нас в основном годовалые, о, даже 13 лет, это замечательно. Но все равно, даже такие, как говорится, уже взрослые, но все равно это дети. Да, еще кормящие с 9 до 18. Ну, в любом случае, для всех абсолютно, я думаю, будет актуально. Больше внимания, я так поняла, уделю для маленьких деток. Если будут уже вопросы какие-то конкретные, вы задавайте. Хорошо? Вот. И не зря, конечно же, эта тема, потому что для нас, мам, самое дорогое – это здоровье наших деток. И компания Reflame предлагает помощь нам вот такие продукты Велнос от Reflame. Я сегодня с вами буду рассказывать именно, почему эти продукты выбираю я, моя семья, почему мы их для себя выбрали, почему выбирают все мое близкое окружение, почему. Поэтому я вам отвечу на вот эти вот вопросы. И, наверное, для любой мамы, когда она ожидает ребеночка, когда он растет, она уже представляет, кем он будет, его ребенок. Она думает о его будущем, о том, будет ли он шахматистом, будет ли он программистом, либо военным, оратором, либо, может быть, учителем. Но в любом случае, или спортсменом, самое важное, чтобы мы не думали о нашем ребеночке, самое важное для того, чтобы он реализовал себя в этой жизни, самое важное, чтобы была энергия, энергия и здоровье. И что же влияет на здоровье нашего ребенка? Что влияет на его развитие? Это вот такие вот четыре самых важных фактора. Это те люди, которые его окружают. Это педагоги, родители, своим примером показывают, врачи, но и немаловажно питание. Сейчас очень много тем вы можете найти о том, как в зависимости от питания вы будете себя чувствовать. Китайцы иногда говорят, то, что есть на вашем тарелке, говорит о том, кто вы есть. Поэтому очень важно понимать, что, чем мы кормим. И сейчас все больше и больше идет тенденция о том, что мы задумываемся, чем мы кормим, какие продукты в магазине покупаем. Всемирная организация здравоохранения об этом тоже думает и для деток рекомендует правильную пирамиду здорового питания. Для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чтобы хватало энергии полностью, в течение дня, на все-все-все, все задумки, необходимо просто следовать определенной пирамиде питания, которая включает в себя основные принципы. Это правила здорового питания. Почему я сейчас об этом буду говорить? Потому что сейчас вы, может быть, ориентируетесь больше не на то, как ваш ребенок кушает, что он кушает, но вы точно так же ориентируетесь на то, что вы сами едите. Потому что наши дети в большинстве случаев смотрят на нас и повторяют за нами. Смотрят на то, какую мы еду едим, да, смотрят на то, какие мы продукты в холодильниках покупаем, что мы ставим себе на стол. Поэтому им не важно, что мы будем говорить, им важно, что мы будем делать. Поэтому если мы сами начинаем этим правилам следовать, то точно так же и наши дети будут за нами повторять. Очень такие примеры показательные, это с маленькими детками, когда стоит только одно слово произнести, как они за нами повторяют. Стоит нам держать ложку в правой руке, как они начинают держать точно так же в правой руке эту ложку, за нами повторять. Но это условно. Но в любом случае все вот эти правила, которые я буду перечислять, примеряйте их точно так же и на себя. Так вот, правила здорового питания детей. Их всего лишь 7. Первое из них, то, что в рационе ребенка должны присутствовать все группы продуктов ежедневно. Это вот та пабира недосторового питания, которая была. Белки, жиры, углеводы, фрукты точно так же должны быть. Но все равно все-все-все не должно быть, чтобы продукты были повторяющиеся, должно быть разнообразие. Второе правило, это то, что между приемами пищи должно быть 3-3,5 часа. Вот очень такой показательный пример в детском садике. Если вы посмотрите, у них перерывы между едой, вот как раз же 3-3,5 часа. Поэтому важно, если ребеночек дома, ребеночек в школе, важно, чтобы вот эти правила, они были. И точно так же не забывайте и следить за собой. То есть должно быть 3 основных приема пищи и точно так же перекосы. Для чего это? Для того, чтобы не было чувства голода, для того, чтобы организм не испытывал его. Если организм испытывает чувство голода, в следующий прием пищи он начнет запасаться. И вот сейчас идет такая тенденция, вот детки некоторые, они страдают ожирением, то есть происходит такое, что они набирают лишний вес. Один из факторов – большие промежутки между приемом пищи. Третье правило – это должны исключаться из рациона ребенка полуфабрикаты. Сейчас очень многие уже знают, что сосиски – это вредно. Вредно майонез, чипсы, вот очень любимые детками, колбасы, консервы любые. Все, что можно назвать полуфабрикатом, либо вторичная переработка, оно несет в себе пользу. Если вы просто зададитесь целью узнать, что входит в состав какой-то сосиски или, не знаю, чипсов, то просто ужаснетесь. Ну, к примеру, я сдалась целью, не знаю, это до того, как у меня родилась дочка, я сдалась целью попробовать изучить состав. Ну что могу сказать? Например, в любой колбасе вы увидите глутамат натрия, который влияет, если вы просто почитаете, к примеру, на ДНК, на развитие ДНК, на зрение. То есть, вот такие вот ужастики можете просто для себя, как вычеркнув полуфабрикаты, вы можете забыть. Поэтому исключить необходимые точно так же жирные продукты. То есть, меньшее количество какого-то очень таких насыщенных продуктов и меньше соли, чтобы присутствовало. Вот, и что, ну, чем вы же заменить вот эти продукты, которые обычные нам использовали? Вот, к примеру, сейчас был Новый год, в основном все салаты чем заправляем? Майонезом. Поэтому, если есть необходимость, любые какие-то продукты заменять на более полезные. Если вместо майонеза можно попробовать био-йогурт, сметана. Если привычно нам, просто уже уменьшает калорийность и в том числе увеличивает пользу этих продуктов. Если вы посмотрите количество белков, жиров, углеводов и так далее. И это большая разница. Еще, кроме этого, по правилу четвертому, необходимо, чтобы у ребенка были свежие овощи и фрукты. Каждый день, каждый. Но это очень тяжело осуществить, причем важно, чтобы эти овощи и фрукты были максимально полезными. Что значит максимально полезными? То, что если летом эти фрукты, они созревают на солнышке, то зимой это очень тяжело осуществить. Получается так, что зимой в основном это искусственно выращенное, либо в теплице, либо привезено издалека. Неизвестно, как эти продукты обрабатывались, поэтому не всегда зимой мы можем обеспечить ребенка полезными овощами и фруктами. И вот в этом, конечно же, минус. Правило пятое. Очень важно, чтобы у ребенка, и в том числе и у нас, было мало сладостей и газировки. Норма, которая считается врачами, 3% от всего потребления. Но если рассудить, какие исследования проводились, обычно ребенок потребляет 25% из своего рациона, это сладости. Если еще за маленьким ребенком мы можем уследить, просто не давать, то когда уже ребенок взрослеет, когда он уже осознает, то он просто начинает где-то лаской шантажировать, где-то еще как-то. Но в любом случае, ребенок понимает, что это вкусно. И если даже посмотреть на газировку, которую очень любят дети, то в газировке очень много просто сладостей. Поэтому нужно понимать, кроме этого, еще газировка влияет на состояние нашего пищеварения. Вот правило шестое. Вот здесь уже нужно понимать не только, какие продукты мы выбираем, но и как мы их обрабатываем. То есть избегать жарения, фритюра и так далее. Это еще, кроме этого, уменьшает калорийность продуктов, если заменить на запекание, тушение. И плюс увеличивает пользу. И для вас такая вот небольшая сравнение, одинаковые примерно продукты, которые по-разному приготовлены. И вы можете увидеть разницу, насколько становится полезным, сколько полезных веществ, белков, жиров, тех же самых углеводов, которые необходимы ребенку для развития. Ну, я говорила, точно так же примеряем не только для наших деток, но примеряем это и для себя, потому что мы точно так же пример для наших детей. И что еще? Получается так, что мы в большинстве случаев кушаем возле компьютера, возле телевизора. Это ни в коем случае нельзя, потому что психологи доказали, если вы так делаете, то вы съедаете намного больше. Половина пользы от продуктов, оно не получается, поэтому важно вот такие правила соблюдать. Поэтому для себя проецируйте, сколько из этих правил вы соблюдаете. Скажу, что та статистика, которая есть на данный момент, всего лишь один ребенок из десяти следует всем этим правилам. То есть, если подумать, из десяти детей всего лишь один следует правилам правильного питания. И это очень грустно, и вот эта грустная статистика, еще плюс к этому, то что не хватает у нас в большинстве продуктов витаминов, минералов. И если говорить о статистике, то у большинства наших деток, даже у 80% идет нехватка жирных кислот, омега-3. Вот такая цифра от 40 до 80, если перевести на количество деток, два ребенка из десяти только получают необходимую норму. И плюс к этому нехватка витаминов, хотя все-все-все витамины, омега-3, они отвечают очень важным функциям. Защита иммунитета, рост, кровотворение и так далее. Омега-3 отвечает за зрение, за то, чтобы ребенок успевал, все-все-все информацию схватывал на лету, для того, чтобы умственное развитие у него было. Поэтому очень важно вот эти такие функции помнить. Но наряду с этим, некоторые из нас, например, летом точно так же кажется, что если я какие-то витамины возьму из фруктов, которые выращены здесь, у нас недалеко, то у меня я дам ребенку витаминов, которые необходимы ему. Но это очень получается мало все равно. Из-за чего? Из-за того, что сейчас такая тенденция, что беднеет земля по витаминам. Очень идет обработка многих продуктов. И это все приводит к тому, что у нас статистика в Беларуси приводится, что очень многие дети рано получают заболевания, которые не были до этого. Детки идут в школу, получают школьные нагрузки, растут, получают стрессы. И если говорить о статистике, то среди младших школьников очень растутся хронические заболевания. Среди самых распространенных сейчас вы можете посмотреть на третьем месте это болезни органов пищеварения. Как ни странно. Хотя я говорила до этого, всем правил всего лишь здорового питания. И это третье место по распространению. И что же с этим делать? Что с этим делать вот с такой пугающей статистикой? Очень много такой вот фразы мне понравится, что витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. Всего лишь поменяв свои какие-то привычки, можно повлиять на то самочувствие, которое у нас есть, нас и наших детей. И всего лишь изменив свой рацион и что-то добавив, мы можем изменить какие-то факторы. Уменьшить раздражительность, утомляемость, снять головную боль, кровоточивость десен и так далее. То, что есть в большинстве маленьких деток. Если говорить о пользе многих витаминов, которые есть, я сейчас некоторые из них перечислю. А вы просто посмотрите, здесь я не буду говорить много, просто посмотрите, сколько необходимо для того, чтобы ребенку получить суточную норму этого продукта. И спроецируйте, сколько килограммов чего вам необходимо покупать, для того, чтобы просто получить суточную норму. Например, витамин А, который отвечает за рост, здесь уже в первую очередь, его нехватка, нехватка этого витамина приводит к ухудшению состояния кожи, нарушение функционирования половых желез, для того, чтобы его получить полностью норму, необходимо съесть 100 грамм сливочного масла, к примеру. Следующий витамин, я говорила о том, что витамины проявляют себя своим отсутствием, витамин В1. Это необходимо, чтобы норму получить, это 300 грамм риса, либо вот вообще шокирующая такая вот 500 грамм, полкилограмма свинины. И недостаток этого витамина проявляется в том, что ребенок становится раздражительным, останавливается процесс роста у детей, то есть если ребенок маленького роста, хотя родители, если большие, то есть тоже как вариант. Витамин В2, к примеру, 5 яиц необходимы. Его недостаток, это проявляется ухудшение зрения, возникновение кожных заболеваний, расстройство нервной системы. Следующий витамин, это витамин В3. Суточная норма в продуктах, это 200 грамм куриного филе. Вот помните, до этого было полкилограмма свинины, здесь еще плюс 200 грамм куриного филе. Недостаток проявляется в ухудшении памяти, способности к ассоциациям, бессоннице. То есть вот как вариант, если ребенок не может запомнить стихотворение, как вариант, может ему просто не хватает каких-то витаминов. Витамин В6, 350 грамм витамина, 100 грамм фисташек, суточная норма, либо вообще шоковая цифра, 2 килограмма творога. Недостаток, как проявляется ухудшение сна и памяти, вот тоже как фактор такой. Следующие витамины, витамин В9. 300 грамм петрушки, здесь недостаток проявляется в усталости, в бессонности, плохое настроение, депрессивное состояние. Витамин В12, 100 грамм свинины, суточная норма, чтобы восполнить. Недостаток проявляется как в малокровии, анемии, дефицит, здесь в этом идет. Либо хотя бы 700 грамм кефира, тоже попробуйте ребенку выпить. Самый популярный витамин С, но здесь уже проще, один апельсин отвечает этот витамин за иммунитет. Витамин Д тоже, вот полстакана молока, но здесь уже попроще, либо окунь съесть. Недостаток проявляется, что для косточек у младенцев особенно это актуально. Не зря, как профилактика рахита. Витамин Е является отличным антиоксидантом, суточная норма. Это 50 грамм менталя, либо подсолнечное масло. Если не хватает, то это хроническая усталость, заболевание. То есть, вот я сейчас перечисляю, я понимаю, что если ребенок устает и не хочет, вот часто слышу, не хочет учиться, не хочет, например, учить домашнее задание, сидишь вместе. Иногда просто добавив какие-то витамины, может хотя бы часть, почему бы и нет, решить каких-то проблем. И вот такой важный витамин К, на нем я остановлюсь. Очень часто, большинство детей, почти у всех не хватает этого витамина. Почему? Потому что витамин К в основном содержится в зеленых растениях. И витамин К, он в больших случаях отвечает за то, чтобы свертывалась кровь. Если у ребеночка, он ударился, синяк появился, и он очень долго не заживает, то в большинстве случаев не хватает этого витамина К. Потому что, если вы посмотрите, в петрушке, шпинату, не каждый ребенок в тарелку, если ему положишь, будет это есть. Это важно. И важно подбирать, если вы подбираете витамины, чтобы этот витамин К содержался. Так вот, если не хватает витаминов, хотя бы они уже проявляют в своем отсутствии. И я уже повторюсь, у большинства детей идет такая тенденция. Один из десяти детей следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, соблюдает правила. 25% деток получают из своего рациона, составляет сладости, либо сладкая вода. Два ребенка из десяти всего лишь получают омега-3. И это приводит вот к такой вот статистике, которая есть сейчас на данный момент. Если мы думаем о своих детках, хотим им добавить то, что им не хватает в рационе, а им в большинстве случаев не хватает, потому что невозможно просто насытить организм растущих деток вот тем количеством пищи, которое ему необходимо для того, чтобы получить все-все-все витамины. Поэтому сейчас идет тенденция, что необходимо для того, чтобы ребенок был здоров, кроме того, чтобы правильное питание, к нему добавлять еще дополнительно комплекс витаминов и минералов. И плюс еще к омега-3 необходимым. Мы, наша семья, выбрали для себя wellness от Reflame. Поэтому сейчас вот для себя мы приняли важный фактор, что на развитие ребенка влияют не только мы своим примером, учителя, врачи, тем примером по питанию, которое мы подаем, но и тем примером, как мы заботимся о своем здоровье, как мы для себя выбираем, какие привычки для себя выбираем. Если мы сами начинаем заботиться о своем здоровье, точно так же и они смотрят на нас и то же самое делают. Поэтому важно понимать, что и им тоже мы добавляем витамины, минералы омега-3, но и про себя не забываем. Если говорить дальше, хочется больше рассказать именно об этих продуктах, которые выбираем мы, для того, чтобы вы поняли, в чем же уникальность их, почему именно эти. Вся продукция wellness от Reflame, детские витамины и минералы, это всего лишь два продукта из всей линейки, разрабатывались в центре гелеса. Небольшой такой уголок в Швеции, скажу, что Швеция одна из таких самых чистых стран и неизгладимое впечатление на меня произвели. Вот вроде бы такой домик, да, центра гелеса, где в чистом уголке он находится, но настолько сильные умы там работают. Центр гелеса был основан при Вунском университете Стигом Стеном, и в этом центре работают известные ученые, такие как Стиг Стен, знаменат на Нобелевскую премию, Аки Лигналы, Ева Ларсон и другие. Причем вы здесь можете видеть на слайде, это профессора, которые, действующие профессора, которые очень много изданий научных опубликовали и работают при университетах, помогают людям, и они вкладывали свои знания, свои опыты о здоровье, вкладывали в разработку этих продуктов. Чем они уникальны, наши продукты? То, что они разрабатывали в Швеции, то, что они отвечают самым высоким стандартам, включая один из самых высоких фармацевтических, это стандарт GMP. Если вы просто захотите в нашей аптеке найти этот стандарт GMP, витамины точно так же вы не найдете, потому что это один из трудоемких стандартов, которых тяжело получить и тяжело им следовать. Это весь ассортимент нашей продукции линейки Wellness, видите, в том числе омега-3 детская и витамины детские. И больше всего подробнее я буду говорить именно о них. Почему же их мы выбрали? Потому что их рекомендуют известные педиатры. Мы всегда прислушиваемся, когда только ребенок родился, к мнению педиатров, потому что у них есть опыт, есть знания. И один из педиатров, это сотрудник научно-исследовательской центра питания РАН, он Наталья Таран точно так же рекомендует, и вы можете найти много видео с ее участием, где она просто рассказывает об этих продуктах. В разработке продуктов Wellness участвовал Тор Линберг, профессор, автор научных статей, пособий по педиатрии. И кроме этого он принимал участие в разработке, в основании официального сайта Швеции, который дает рекомендации мамам, молодым мамам по здоровью детей, по их питанию. Вот Тор Линберг, очень известный человек в Швеции, если говорить о здоровье детей, развитии детей. Он принимал участие в разработке продуктов Wellness. Вы здесь можете почитать, что он говорит, какие витамины включались, также витамины Е и К. Тоже вы можете увидеть в его словах, то, что они включаются, и это очень важно. Ольга Григориан точно так же рекомендует продукты Wellness от Reflame детские, это ведущий сотрудник клиники питания НИРАМ. Я здесь зачитаю ее, процитирую слова. В этом плане Reflame сильная компания. Я не знаю никакой другой, которая бы так сильно продвигала свои продукты, проводила различные исследования. Какие витамины лучше для детей? Я думаю, это очевидно, витамины Wellness. И тоже она очень много, если вы захотите, в интернете почитает. И что хочется сказать именно об уникальности состава витаминов. Я здесь буду повторяться. Во-первых, страна производителей. Швеция. Самый высокий стандарт, GMP, фармацетический. Если вы выбираете витамины, что следует учитывать? Синтетический или натуральный состав? Вот как определить? Кстати, умеете определять, синтетические витамины или натуральные? Иногда просто, смотря на упаковку, вы можете понять, какие это. Если упаковка однородной текстуры, красненькая, зелененькая, синенькая, не знаю, в мишке там тоже самое видела, вот бывают такие красные и зеленые, все, вы можете уже сразу говорить, что это синтетические витамины, ни в коем случае не натуральные. То есть, если оно однородной текстуры, не может быть, если вы смешаете 20 ингредиентов, ну, к примеру, и они перемешаются, они каждая по-своему уникальна, витамины, минералы, точно так же. Если говорить о наших витаминах, во-первых, попробую сейчас поближе, если видите, они такие вот неоднородные такой текстуры, то это говорит о том, что это натуральный состав витаминов, то, что они, во-первых, кроме этого, не идет какой-то вспомогательной оболочке, которая содержит красителей, здесь оно полностью вот такое вот, как жевательные идут. У меня дочка очень любит их в плане того, что они очень-таки по вкусу идут, приятные. И если говорить именно о сравнении, если вы иногда просто захотите подумать, вот, например, если сомневаетесь, вот я говорю сейчас для тех, кто сомневается, если вы сомневаетесь, стоит или не стоит, просто задайте с целью, как мама, выбрать лучшее для своего ребенка. Возьмите все-все-все витамины, которые есть в аптеках, можете найти. И вот здесь есть таблица, уже помощь для вас. Но если вы сомневаетесь, возьмите просто тот состав, который есть в витаминах, и изучите. Вот здесь вот приведены такие самые простые витамины, которые вы можете найти в аптеках. Количество витаминов и количество минералов, которые они содержат, здесь уже мне не с чем спорить. Вот красным цветом указано то, что нехорошо для деток будет. Красители, если какие-то, подсластители, если присутствуют, это нехорошо влияет. То есть иногда витамины, вот точно так же, знаете, покупаем лекарства для себя. Есть список того, что полезно, от чего. Но есть список побочных действий. Так вот у витаминов точно так же могут быть список побочных действий. Иногда вот врачи, вот вы, может, слышали, рекомендуют витамины принимать курсами. Почему? Потому что у некоторых витаминов есть список побочных действий. А в основном список побочных действий идет у синтетических, поэтому если есть красители какие-то или еще какая-то, ну вот что-то вы можете увидеть, то значит больше список побочных действий. Вот, к примеру, тоже другие сравнения, вы видите, тоже консерванты, для зубов не очень полезно, когда подпластители в виде сахара. И вот четкое сравнение, которое витаминов, которое наше. Количество витаминов 13, минералов 8, если говорить о подсластителе, это ксилит, который даже можно сказать, немножко полезен зубкам будет. Химических красителей, аноматизаторов нет. И важно помнить, что здесь натуральные ароматизаторы, это апельсин. Если у вашего ребеночка уже сразу, вы знаете, очень острая аллергия на апельсин, то он ни в коем случае, ну на цитрусовый, то ни в коем случае. То есть здесь уже нужно помнить об этом. Если говорить о том, как страна-производитель, то это Швеция. Принимают с 4 лет рекомендация, которая по стандартам Беларуси с 4 лет. Но это с 4 лет полная вот эта вот таблеточка витаминов. Еще что хочу сказать в пользу этих витаминов, что они идут, каждая, в отдельной упаковочке. То есть нет вот такого, знаете, как роста пью. То есть они полностью защищены от воздействия воздуха, чтобы ни в коем случае не поступало, то есть каждая. И как же их принимать? Если говорить о детках, ну поскольку они с 4 лет, то есть если с раннего возраста выходить, например, с 2, то вы просто таблеточку делите на 2. Если говорить старше, например, с 10 лет, то уже с 10 лет ребенок уже выше, весит больше, то ему необходимо больше витаминов и минералов. Здесь уже вы берете 2 таблетки в день. Как же их правильно принимать? Любые витамины должны быть, ну вы знаете, жирорастворимые, водорастворимые. После еды, после еды, желательно до обеда. Так как витамины В, группы В, они лучше всего усваиваются, если в первой половине дня. То есть утром, либо в обед, с приемом пищи, то есть после того, как ребенок покушал. Даем ему витаминку, либо, ну как-то приукрашиваем, вот тебе конфетка, если маленький ребеночек. И желательно после того, как он витаминку съел, попить водички дать, поскольку ребенок, ну витамины есть водорастворимые. То есть вот так вот правильно принимать. Либо во время еды запиваем водичкой, либо после еды и запиваем водичкой. Если говорить об омеге-3, а я говорила, всего лишь двое детей из десяти получают омега-3 в полном объеме. Двое из десяти. Для чего омега-3 вообще ребенку? Омега-3, она, во-первых, отвечает за нервную систему, за органы зрения, за концентрацию внимания, за то, чтобы ребенок был, навыки хорошо для себя получал. То есть если мы слышим, что наш ребенок иногда не усидчив, очень гиперактивным, просто может не хватать омега-3. Чем же уникальна наша омега-3? То есть вы можете в аптеке много найти, где предложено. Но я сейчас буду говорить, почему именно наша омега-3. Дело в том, что в отличие от большинства производителей, наша омега-3 делается именно из тушки, а не из печени. И в ней нету концентрации витамина А и Д, как большинство, вот я вижу, нету. Поскольку здесь полностью очищено идет, так как бывает иногда примеси А и Д, это очень плохо. Вот эту омегу-3 нельзя принимать постоянно, необходимы перерывы. Здесь омега-3 идет очищено от этих витаминов, и вы ее можете принимать постоянно. Почему важно, чтобы омега-3 выбирать ту, которую можно принимать каждый день? Так как развитие идет каждый день, ваш ребенок каждый день растет, и вашему ребенку необходимы каждый день эти продукты. Наша омега-3 разработана со всеми рекомендациями Всемирной Организации Здравоохранения. Соответственно, я вам говорила, стандарту GMP, 5 ступеней очистки, я не буду говорить, запатентованно. А что значит запатентованно? Нигде вы не сможете найти вот такую вот степень очистки, как вот у нас. Здесь я уже буду кратенько. Витамин Е, содержится ароматизатор лимонное масло, поэтому если у вас омега-3 заканчивается, то значит на дне баночки большая концентрация лимонного сока, то есть натурального. Поэтому если у деток есть какая-то маленькая, хотя бы чуть-чуть аллергия на цитрусовые, обязательно дайте попробовать, потому что натуральный лимонный сок, натуральная лимонная масса. Если вот такой вариант, тоже мы пробовали, когда только были маленькими, у меня дочка вытягивала омегу-3 из ВМСП, которая принимала, это у нее, я не знаю, то ли рыбки, то ли жевательные конфеты у нее ассоциация была. Там омега-3 в капсулах, если покупать, она без добавок, без каких-либо лимонного масла и так далее. То есть она полностью вот чистая, очищенная, вот омега-3, которая без добавления. Здесь же, почему именно в жидком виде? Потому что иногда, знаете, удобнее добавить кашку, чтобы ребенок съел. То есть не всегда первое время, когда приучаешь ребеночка к этим продуктам, не всегда первое время ребенок просто с ложки может взять и выпить. Сейчас, конечно же, когда у меня дочка все это с первого, не знаю, годика, она у меня уже терроризирует, дай, вот, поэтому это сейчас проще. Но когда ребенку 2 годика, когда она до этого не пробовала, или 3, или 4, то проще добавить куда-то в любимое блюдо, чем как-то ему сразу ложку пихать. Это то же самое, представьте, что вам налили столовую ложку подсолнечного масла и просто вас сыпать. Поэтому просто придумывайте, изобретайте. Мы, мамы, мы умеем что-то придумывать, поэтому для себя выбирайте способ, который для вас более комфортный для того, чтобы дать. Ну что, я немножко отступление такое сделала. Так вот, почему уникально? Потому что патент на очистку и пятиступенчатая очистка, кстати, очистка рыбьего жира, каждые 2 раза в год проверяется чистота рыбьего жира немецкой лаборатории, которая имеет специальную аккредитацию, то есть каждые полгода такая вот строгая лаборатория проверяет, насколько чистый рыбьего жира мы своим деткам даем. Вот, и давайте немножко поподробнее, но я здесь не буду таких вот сильных подробностей вдаваться. Здесь первая ступень, здесь очищают именно от свободных молекул жира. Здесь остаются только нейтральные жировые вещества, которые именно дают пользу. И вот здесь, чтобы не подвергалось окислению. Вторая стадия, которая очистки, здесь идет обесцвечивание полностью, чтобы убираются какие-то загрязняющие примеси. Кстати, если вы начнете спрашивать у мам, например, либо у старшего поколения, давали ли им рыбе жир, они скажут давали, и это было так невкусно. А почему было невкусно? Потому что было, во-первых, не было очищен рыбий жир настолько, чтобы он давал вот приятные вкусовые ощущения. Вот, поэтому очищается пять ступеней. Третья ступень – это вымораживание. Здесь удаляется такая примесь, как стеарин, и она встречается в рыбьем жире. Почему ее нужно удалять, и важно удалять? Для того, чтобы предотвратить кристаллизацию, либо как таковое замораживание во время того, как вы будете хранить в холодильнике. Кстати, когда вы покупаете рыбий жир, после того, как вы вскрыли, ставим баночку рыбьего жира в холодильник и храним в холодильнике. Четвертая стадия – это дезодорирование. Здесь убирается неприятный запах, вкус. И пятая стадия – это стандартизация. Здесь уже добавляются, учитываются все различные факторы для того, чтобы соответствовать самым высоким нормам, стандартам, высокому стандарту GMP и так далее. Ну вот такая вот пять ступеней. Немножко от себя скажу, как принимать омегу-3. И здесь уже вы смотрите сами. Скажу, что омега-3 входит в состав грудного молока. С какого возраста давать омега-3, я скажу уже с того момента, как вы беременны. С того момента и давать омега-3. Потому что у меня, мой гинеколог, она давала много всяких брошюр, литературы. Одно из брошюр, я помню, читала, было написано, что начиная с 30-й недели у ребенка очень сильно развивается нервная система, он растет. Поэтому необходимо маме в два раза увеличивать прием омега-3. То есть до этого предполагалось, что мама должна принимать омега-3. Поэтому увеличивать прием омега-3 до 2000 мг в сутки. Ну вот 2000 мг в сутки, я потом буду говорить, сколько в чайной ложечке миллиграмм содержится. То есть принимать и за себя, и за ребенка. Вот, потому что если не принимаете вы ребенка, потом просто это вытягивается из вашего организма. И поэтому иногда мамы раздражительны в будущем, иногда мамы в плохом настроении, которые ожидают ребенка. Поэтому очень важно тоже, чтобы и в вашем рационе было. И омега-3, если вы посмотрите даже детские смеси, омега-3 содержится в грудном молоке. Так как она отвечает, ну вот вы видели, за что? За зрение, за нервную систему, за развитие, за рост и так далее. Если говорить о клеточке, вот просто о строении по биологии, то из чего клеточка состоит? Там ядро, оболочка. Так вот оболочка вот эта гибкая, она состоит частично из вот этой омега-3. Для того, чтобы ребенок рос, клеточки эти развивались, необходимо просто жить именно важно вот эта омега-3. И если, говорите, когда вы просто заканчиваете кормить, искусственную смесь получаете, то вы посмотрите баночку, которая смеси вот этой молочной, вы увидите состав ДКГ, ЭКГ, жирные кислоты. Так вот это омега-3, омега-6, которые важны, необходимы. То есть уже, уже в смесях есть, то есть как только вы заканчиваете кормить, как только вы заканчиваете прием смеси, то есть важно какой-то альтернативный прием омега-3. И вот поскольку здесь из рыбы, ну вот иногда педиатры рекомендуют добавлять масло, чтобы было там оливковое или какое-то, то здесь, поскольку здесь из тушки рыбы, как только вы уже ввели рацион рыбку, вот с того момента вы можете, не знаю, добавлять омега-3. Вот здесь вот, кстати, советская медицина, здесь вы можете написано, рекомендует, рекомендовала принимать рыбий жир детям с 4 недель жизни, начиная по 3-4 капельки 2 раза в день. Поэтому здесь это индивидуально. Мы, ну у меня дочка видела пакетики Wellness Pack, где омега-3 была, это у нее начиналось с дай-дай-дай, поэтому омега-3 уже, как только я уже осознала, что она рыбку кушает, то есть омега-3 мы тоже кушали. Когда уже немножко мы подросли, уже жидку омега-3, то есть мы покупаем сейчас пол чай, ну чуть больше, чем пол чайной ложки, потому что нам 2,5 года, поэтому здесь это индивидуально вы разрабатываете дозировку. Для ребенка на день необходима 1 чайная ложка, это норма. Почему вот столько ребенку необходим? Потому что он растет. Я говорила, что клеточки у нас, в состав клеточки входит вот это омега-3. Вот, кстати, ЭПГ, ДКГ, это вот то, что вы можете увидеть просто в составе детской смеси, вот это вот такая расшифровка, вот это входит в состав омега-3. И чем мне важно и нравится, что в отличие, знаете, как приходишь в аптеку, видишь состав. Так вот в составе что пишут? В составе пишут просто рыбий жир иногда, не содержание омега-3, то есть они не указывают сколько омега-3, а пишут просто рыбий жир. То есть ты иногда покупаешь, ну как по-другому говорят, кота в мешке, и ты не знаешь, получишь ты пользу от этого рыбий жира или нет. То здесь уже компания четко говорит, что в 1 чайной ложке содержится уже 1400 мг омега-3. Ну, если кому-то больше необходимо, ну, в различной ситуации, то здесь вы учитываете в зависимости от необходимости, какие иногда вопросы возникают при приеме. Что делать, если ребенку не нравится вкус? Ну, вот какие могут быть ваши варианты? Если вы сейчас слушаете меня активно, нравится, вот, не знаю, делитесь своими вариантами, у кого детки принимают омега-3. Что делать? Я говорю о том, что что вы делаете, когда вам врач прописывает какое-то лекарство, и вы понимаете, что вам нужно его принимать, что вы делаете? Изобретаете. То есть, я не знаю, различное придумаете, добавляете иногда по чуть-чуть, по 2 капли, по 3 капли, но все равно придумываете. Скажу, что первое время ребенку может не понравиться вкус каких-то либо продуктов, потому что они новые. Поэтому здесь, не знаю, придумываете, фантазируете. Иногда можете просто, кто-то добавляет в кашку, кто-то, например, какой-то салатик может омега-3 добавлять, кто-то витаминку как-то по-другому называет, может, это конфетка. Когда уже привычное становится, ну вот когда непривычное становится нормой, тогда уже по-другому это воспринимается. Новое всегда абсолютно воспринимается по-разному. Поэтому здесь уже на первых порах, если вы до этого не начинали давать, здесь уже ваша фантазия. Но главное понимать пользу. Если вы понимаете пользу и то, что это надо, поэтому вопрос, что делать, у вас не стоит. Безопасно ли? Я об этом говорила, безопасно. Можно ли давать велнос для детей постоянно? Можно и нужно. Почему нужно? Потому что ребенку каждый день кушает, и каждый день ему необходимы витамины и минералы. Поэтому каждый день ему необходимы велнос-продукты. Если ребенок принимает лекарства, можно ли давать велнос для детей? Не рекомендую давать велнос, витамины, если вы принимаете антибиотики. Как можно по-другому? Почему? Потому что антибио, значит против жизни, а витамины это био, это биопродукт, это который наоборот для того, чтобы организм поддерживать. Поэтому если вы будете принимать вместе, они друг против друга будут воевать. Вы ни от того, ни от другого не получите пользу. Поэтому если вы принимаете антибиотики, витаминки велнос оставляйте в сторону и, как говорится, убиваете все живое, что там есть. Антибиотики. Вот. Если ребенок принимает другие витамины, то рекомендую сразу сделать выбор в пользу витаминов велнос и принимать только витамины велнос. Вместе ни в коем случае, потому что будет передозировка. Поэтому здесь уже я на такие вот вопросы, думаю, вам ответила. Ну что ж, рекомендации. Какие рекомендации и что говорят о наших велнос-продуктах известные люди? Стикстен, номинант на Нобелевскую премию, он говорит о том, что врачи в Нормегии рекомендуют давать омега-3 детям уже начиная с 6-месячного возраста. Поэтому это наше решение, наш выбор всего лишь просто законодательной нормы, чтобы писать с 3 лет или с 4 лет. Бурча Кульмер тоже принимала участие в разработке. Здесь она говорит о пользе омега-3. Еще кроме этого Тор Линберг, он говорит о том, что омега-3 отвечает за зрительный нерв, клетки, сетчатку глаза, напрямую связан с мозгом, чтобы ребенок развивался. Поэтому омега-3 играет важную роль при развитии органов зрения. Если у ребеночка, чтобы поддержать зрение, часто, ну вот, знаете, как дети, детки любят шантажировать, если детки шантажируют, дайте мне мультики, посмотрите, вы понимаете, что это плохо для зрения. Важно, чтобы в этом его рационе был обязательно омега-3. Вот, и более натуральный, экологически чистого и полезного рыбьего жира сегодня вы просто не найдете. Тор Линберг, Швед, Швеция, это очень такая этичная страна, для вас, для тех, кто любит очень так экономно подходить ко всему, компания Reflame предлагает Wellness по системе подписки, где вы четвертый получаете для себя по выгодной цене, можно сказать, в подарок. Поэтому подписывайтесь, и, кстати, если говорить о цене, цена омега-3 составляет, если просто вы покупаете по дисконту, 24 рубля 32 копейки, цена на день составляет рубль 16 копеек, по подписке 87 копеек. Если у кого интересуют витамины и минералы, 18 рублей 70 копеек в день, 89, если по подписке вы оформляете 167 копеек, всего на день рубль 54 копейки. Иногда, знаете, детки любят заходить в магазин, и они на рубль 54 уж точно не Wellness продукты покупают, поэтому просто наш каждый день – это вопрос выбора. Выбора, потому что то, что выбираем мы, то выбирают и наши дети, и поэтому от того, как мы сами видим, как мы сами относимся к своему здоровью, какой мы пример им подают, точно так же и они будут смотреть на нас и повторять за нами. В одном из журналов Арифлейма, вот такой пример Wellness от Арифлейм представлялся, такая статья была маленькая, где Роберт Ахьохник, это основатель компании Арифлейм, он фотография, вот вы видите, вместе со своим сыном Александром и дочкой Клара, и он говорит о том, что он на своем примере показал и гордится тем, что он на своем примере показал, как правильно заботиться о своем здоровье, и он видит то, что сейчас его дети точно так же такие системы ценностей несут своим детям. То есть три поколения и одна традиция, все зависит от нас, начинаем с себя, и точно так же дети будут смотреть на нас и будут заботиться о своем здоровье. И у нас остается буквально 10 минут, я вам поставлю небольшой ролик о Wellness от Арифлейм, где вы сможете просто познакомиться с теми людьми, которые создавали продукцию Wellness, и попрошу вас в чате. Сейчас просто дайте обратную связь. Данная школа.